Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитаты свободы». Чтобы вы не тратили время на чтение Фейсбука и просмотр Ютьюба, я пересказываю вам, как в сети комментируют актуальные темы последних дней. В этом выпуске речь пойдёт о встрече Путина с Байденом и о новой вспышке ковида в России. Встреча президентов России и США в Женеве стала на этой неделе одной из основных тем, которые обсуждали в соцсетях. Как и положено, от неё многого ждали, хотя были и комментаторы, которые заранее готовились к разочарованиям. Например, Александр Подробинок. Представьте, что ваш сосед по лестничной площадке – неуравновешенный дебил, задирающий по всякому поводу всех соседей, терзающий свою семью и мусорящий на лестнице и во дворе вашего общего дома. Вы могли бы вместе с остальными соседями задать ему трёпку, но, во-первых, не любите скандалы, во-вторых, опасаетесь получить по зубам, в-третьих, ваши домашние просят действовать уговорами, чтобы, не дай бог, самим как-нибудь не пострадать. И вы идёте встречаться с дебилом, прекрасно понимая, что ни о чём серьёзном договориться нельзя, но делаете вид, что доброжелательны и открыты для разговора. И вот вы обсуждаете с ним то, в чём надеетесь достичь согласия. Просите не бросать мусор на лестнице и не шуметь слишком сильно, когда он бьёт своих домочадцев. Потому что вашим домашним больно слышать крики избиваемых. Другие темы можно даже не поднимать, бесполезно. Примерно так, я полагаю, и будет проходить встреча первых лиц США и России 16 июня. Оба прекрасно понимают характер затеянной ими игры, но будут её продолжать, каждый в своих интересах. Задачи, которые стояли накануне этой встречи перед Путиным, суммировал экономист Сергей Гуреев. В стриме на ютуб-канале Евгений Альбац. Путин уже много раз говорил о том, что он хочет от Запада, чтобы его оставили в покое в сфере привилегированных интересов России, то есть чтобы Запад не лез в Украину, Белоруссию и так далее и тому подобное. И тем более во внутренние дела России он считает, что нарушение прав человека, политических прав и свобод, это внутреннее дело каждой страны. Это, конечно, противоречит международным обязательствам, которые подписывали Советский Союз и Россия, но, по крайней мере, в официальной ритотике российских властей право уничтожать политическую конкуренцию, нарушать права человека, сажать политических оппонентов в тюрьму для российской власти считается внутренним делом. И он хочет сделать так, чтобы Запад поменьше говорил об этом и поменьше вводил санкций в отношении российских чиновников, парламентариев, политиков и так далее. Понятно было, что на встрече наверняка зайдет речь о Навальном. По мнению Сергея Гуреева, какие-то договоренности по его поводу могли быть достигнуты, хотя понятно было, что просто так лидера оппозиции из тюрьмы не выпустят. Те, кто действительно ждал, что переговоры приведут, если не к немедленному освобождению, то хотя бы к высылке Навального, пока остались разочарованы, как и все те, кто вообще ждал, что переговоры приведут к каким-то очевидным переменам. Антон Орех. Не знаю, чего вы ожидали от встречи Путина и Байдена. Это как включить матч сборной России по футболу и надеяться на игру мирового класса. Ни о чем важном договориться в Женеве не могли. Но хотя бы признали, что в ядерной войне не может быть победителей. Первый раз мне об этом сообщили по телевизору, когда я еще в школу не ходил. То есть еще когда Байден приезжал на переговоры с Громыко. Послов вернули. Имя Навального Путин снова не сумел вспомнить. От таких встреч пользы, как от свиньи. Визга много, шерсти мало. На итоговой пресс-конференции Путин действительно опять избегал называть Навального по имени. Хотя говорил о нем довольно много. По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое. Человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и развестил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Эти слова поразили многих комментаторов. Твиттер профессора Преображенский. Путин заявил, что Навальный сам хотел, чтобы его задержали. А Немцов, Политковская, Литвиненко сами хотели, чтобы их убили. А Магницкий вообще сам хотел, чтобы его и задержали, и убили. Тихон Зятков. На пресс-конференции в Женеве Путин отвечает на вопрос про Навального. Ну, как про Навального. Про человека, гражданина, этого господина. Имя, конечно, не называет. Говорит, что Навальный специально летел, чтобы его задержали. И в частности говорит вот такое. Этот господин, сознательно игнорируя требования закона, выехал на лечение. Я что-то путаю? Или этот господин был в коме в тот момент? Иван Давыдов. Путин, кстати, похоже, забыл, что внутри кремлевской мифологии это именно он дал добро на вывоз слегка прихворнувшего и зачем-то впавшего в кому Навального в Германию. И тем самым спас ему жизнь. Путин упомянул и признанный иноагентом, а также экстремистской организацией фонд борьбы с коррупцией. Опять же, не называя его прямо. Та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам. И публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом на показ установочные данные полицейских. Утверждение про коктейли Молотова многих позабавило, особенно сотрудников ФБК. Мария Певчих. Что я делаю на работе? Расследую коррупцию и выпускаю YouTube-ролики о проворовавшихся чиновниках. Что Путин думает, я делаю на работе? Коктейли Молотова. В целом, от этого выступления у многих осталось впечатление, что Путин не слишком хорошо ориентируется в реальности. Игорь Эйдман. Знаете, в чем разница между Путиным и Навальным? Алексей в коме выехал на лечение, а Путин в невменяемом состоянии правит страной и лечиться не собирается. Абаз Галямов. Вы вот возмущаетесь из-за истории про коктейль Молотова. Думаете, что он вас за дураков держит? А что, если он сам искренне в это верит? Что, если силовики ему именно так, про это все и рассказывают? Тем же вопросом задаются и соратники Навального. Например, директор ФБК Иван Жданов в интервью телеканалу «Дождь». Мы не можем сейчас реально вот с другими соратниками Алексея Навального обсуждаем и не можем понять, он либо обезумел настолько самостоятельно, либо ему создает вот такую атмосферу безумия и его окружение. А сам он все отлично понимает. Он отлично понимает, что ФБК не призывает и не выкладывает инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и не делает ничего насильственного. Он это прекрасно понимает и сознательно врет, как бы снимая немножечко с себя ответственность. Вопрос, либо он врет и осознает, что он это врет, либо он живет уже совершенно в иной реальности, которую ему создает его окружение. Если у Путина осталась хоть какая-то адекватность и просто он врет из-за того, что он знает, врет, просто его такая цель обмануть, то наверняка он просчитывает для себя все последствия и понимает, что содержание в тюрьме главного оппозиционного политика будет стоить ему достаточно высокую цену. Перед встречей с Байденом Путин дал интервью телеканалу NBC, где говорил о Навальном примерно то же самое, что тот сам напрашивался на то, чтобы его посадили в тюрьму. Риталлическими вопросами задается в этой связи оппозиционный политик Леонид Гозман. Почему ему не стыдно? Не стыдно, например, не произносить имя Навального даже в ответ на прямой вопрос. Не стыдно, что вот уже больше года все встречающиеся с ним должны сидеть две недели в карантине. У нас стараются не привлекать к этому внимания, но вот об этом сказали корреспонденты NBC, и их тоже заставили провести две недели в изоляции. Не стыдно так публично бояться, он же был офицером и спортсменом, в этой среде трусость не приветствуется. Не стыдно врать, причем так, что всем ясно, что он врет. Почему он не понимает, что позорит страну? Или плевать ему на все? И он живет в мире странных сновиденческих фантазий, где нет ни России, ни других стран, а есть только он сам, мудрый и великий, победитель Гитлера, Америки и пандемии, ведущий несколько свысока «Диалог с Господом Богом». Путин в диалоге с Байденом не проявил никакой доброй воли к переговорам. И это, возможно, объясняется именно тем, что он чувствует себя таким небожителем. Отмечает в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Владимир Владимирович это человек, который сидит на вершине холма, к нему приходит, он царь не только горы и не только Российской Федерации, он царь мира, к нему приходят разные мелкие люди типа Байдена, Макрона и Меркель, умоляют его их принять и хочет чем-то согласиться, с чем они к нему приходят. Он говорит, я согласиться с вами не могу, потому что у меня все время так идут на субашего Навального, а вы доказательства не проявляете, у меня химические всякие. Вот, собственно, и весь разговор. Какая тут добрая война. Брежнев, если уж углубляться в историю российско-американских отношений, действительно хотел мира. Это человек, прошедший войну. Он этого искренне хотел, когда появилась такая возможность. Между прочим, саммит 72-го года, затем 73-го, все это готовилось три года, 69-го года, начиная с переговоров Киссинджера и Добрынина, которые образовали так называемый channel-канал. У нас даже этого channel нет. Лавров когда-то с Керри углублялся, там в полях они гуляли. Сейчас Лавров уже ни с кем не гуляет, ему, по-моему, уже все равно. Некоторые комментаторы считают, что на этой встрече Байден поставил Путину некий ультиматум. Такого мнения придерживается, например, доктор политических наук Григорий Голосов. Мне, как педагогу с более чем 30-летним стажем, хорошо знакома эта практика. Строго, но доброжелательно посмотреть в глаза, предупредить, чтобы впредь не хулиганил и занимался добросовестно, предложить обращаться, если что, закончить тем, что если не исправится в течение семестра, то будет отчислен. Опять-таки, по педагогическому опыту замечу, что обычно все кончается отчислением. Другим показалось, что на итоговой пресс-конференции Байден звучал слишком мягко и недостаточно убедительно. Об этом пишет, например, политолог Кирилл Рогов. В своем рассказе о жестком, но доверительном разговоре с Путиным Байден представал немного князем Мышкиным, героем романа Достоевского «Идиот», рассказывающим Рогожину о пользе смирения страстей, тихости и всепрощения. Задачей Байдена было уйти от риторики конфронтации. Непонятной для меня осталась целевая аудитория этого месседжа. Отсутствующего Путина Байден вовлечь в эту риторику не мог. В России о ней мало кто узнает, а на Западе ей мало кто поверит. Экономист Константин Сонин в стриме с Владимиром Миловым на канале «Навальный лайв» выдвигает свою версию того, зачем Байдену потребовались эти переговоры. По их мнению, их истинной целью могла быть отмена закулисных договоренностей, которые были достигнуты с Трампом. Я понял, что вообще, возможно, одним из мотивов для президента Байдена он хотел, грубо говоря, взять назад, чтобы там не подключал президент Трамп. что они все не знают, что говорил президент Трамп. Ты помнишь, он после этой встречи забрал даже рабочие записи у переводчика. И вот они этого не зная просто хотели встретиться, чтобы зафиксировать американские позиции, чтобы покрыть вопросы, которые мало ли что там Трамп мог наговорить. И что вот поэтому это такая странная встреча, которая, казалось бы, Байдену не нужна, тем не менее он на нее пошел. Вот я что-то подумал, что вот это могло быть содержательным мотивом. И тогда, естественно, что он советовался со всеми эксперты, потому что ему нужно было не только свою позицию определить, но и угадать, что там Трамп мог говорить. В целом, у многих комментаторов, в том числе оппозиционных, создалось ощущение, что Путин этот раунд выиграл, и США не пойдут на дальнейшее обострение конфронтации. Об этом пишет, например, политолог Лилия Шевцова. Драма в том, что обе стороны не могут выскочить из ловушки взаимной враждебности. Обе стороны ищут способ управления несовместимостью своих принципов, но постоянно теряют руль управления. В Женеве Байден и Путин попытались вернуть управление. США играют для России системную роль в любом качестве и как противник, и как ситуативный партнер. Самое унизительное для державной логики, если Америка начнет Россию игнорировать. Но Россия может найти повод возвратить внимание. Вспомним апрельскую эскалацию вблизи украинской границы. Тот факт, что Вашингтон пытается сгладить конфронтацию с Москвой, говорит о том, что там есть и осознание опасностей в случае игнорирования России, и надежда на пользу диалога. Главное, Байден пришел к выводу, что изолировать Путина себе дороже. Так это или нет, станет ясно в ближайшие полгода год. В этот срок, по мнению Байдена, должно выясниться, удалось ли России и США запустить диалог. С вами Аля Пономалева и подкаст «Цитата свободы». Во второй части выпуска речь пойдет о новой вспышке ковида в России. Продолжим через минуту. Не переключайтесь. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Я Юрий Жигалкин, корреспондент радио «Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Это Аля Пономарева. Вы слушаете продолжение подкаста «Цитата свободы». В России снова растет количество зараженных коронавирусом. Больницы опять переполнены. Ежедневное количество больных перевалило за 10 тысяч и каждый день увеличивается. Главными очагами болезни снова стали Москва и Петербург. Вот что пишет главврач скорой помощи Петербурга Лев Авербах. Знающие люди и я в том числе говорили и писали «Будет третья волна, надо готовиться, чтобы не было коллапса». Готовились и очень активно, только не к тому. Готовились к петербургскому экономическому форуму, к футболу, калам паруса. Мне кажется, принцип у них был такой, а может, само рассосется? Не, не рассосется, наоборот. А ведь у нас, как в прошлом году, было время подготовиться. Третью волну, а правильнее третий эпидемический подъем, ждали в конце апреля, в начале мая, а началось сейчас. По словам Авербаха, стационары в Петербурге переполнены и пациенты лежат в коридорах. В Москве в реанимации больницы в Коммунарке сейчас лежит вдвое больше больных, чем на пике заболеваемости в прошлом году. Такие цифры назвал главврач этой больницы Денис Проценко. Он прокомментировал происходящее в передаче Антона Красовского на Арти. Сейчас 407 пациентов отделения реанимации, 110 на ИВЛ, 2 ЭКМО крутится, 19 искусственных почек, высокий поток кислорода, неинвазивная вентиляция, в общем, все те прелести, от которых мы устали. Ну, прелести в кавычках. Я думаю, что произошло. Произошло то, что не произошло на самом деле. Нет, а, вакцинации того пула, б, ну, мы действительно расслабились, действительно, вот это вот фееричное отношение к маскам, социальная дистанция, все то, что делалось целый год, наверное, правда, люди просто очень устали, и все это по совокупности дало вот этот взрыв, назовите, третьей волной. Но это произошло, это факт. Одной из основных причин новой вспышки многие считают то, что в России критически мало привитых людей. При том, что вакцины россиянам доступны уже давно, полностью вакцинированы менее 10% населения страны. Начальство давно пора опомниться и принять по этому поводу решительные меры, считает журналистка Елизавета Сурначева. Сейчас российское государство явно хочет, чтобы его граждане вакцинировались. Я вижу нынешнюю постановку вопроса так. У государства есть проблема, пандемия, у государства есть ее решение. Несколько вакцин, а одна из них даже кажется довольно ничего. Есть препятствия к его осуществлению, огромное число сомневающихся в необходимости прививаться граждан. И есть огромная, просто гигантская машина пропаганды, которая могла бы до этих сомневающихся граждан достучаться. А достучались до меня с тезисами о необходимости вакцинации пока только мои друзья, журналисты, активисты. И один за всех Денис Проценко. Видела еще одинокого пропагандиста, который написал что-то в духе вакцинации это, конечно, хорошо, но вой либералов об этом омерзителен. За точность цитаты не ручаюсь. Ну, то есть, можно, конечно, просто разводить руками и говорить, мол, ну, народ наш необразованный, и темен, и про прививки знает на уровне. Слышал, что сын брата маминой крестницы после прививки заразился. И в интернетах считал, что там чипируют. Но, по правде говоря, средний человек и не может знать и разбираться во всем. Он слышит звон и не знает, где он. Он часто даже не знает, где узнать. И тут как раз есть тот самый случай, когда надо сделать так, чтобы звон государства был бы больше и сильнее, и лучше. Пока что громче всего государство звенит в пропагандистских блогах. Вот что, например, пишет прокремлевский политолог Сергей Марков. В Москве объявлены длинные выходные фактически с 12 по 20 июня. Причина надвигающаяся на столицу России третья волна эпидемии коронавируса. Главная причина эпидемии люди ленятся прививаться, боятся прививаться, подозревают какие-то заговоры путем вакцины. Если это безумие отказа от вакцинации продолжится, то Москву, а потом страну, ждут ужасы новой эпидемии. Ждут ужасы нового закрытия экономики. Ждут ужасы увольнений, безработицы, бедности. Ждут ужасы бунтов и их подавления. Ждут ужасы новых тысяч смертей и сотен тысяч тяжелых болезней, которых можно избежать. Сегодня гражданский долг каждого пойти прививаться сам и уговорить пойти и прививаться всех своих родственников и знакомых. Иди и выполняй свой гражданский долг. Иди и прививайся от ковида. Но проблема в том, что граждане не слишком-то доверяют тому, что исходит от государства. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале Евгений Ройзман. Пропаганда с одной стороны начинает накачивать. Да, обстановка тревожная. Да, надо соблюдать все меры предосторожности. Надо вакцинироваться. Представляешь, такое недоверие к власти. Говорят, да, вы там заставляете маски носить, перчатки. Это все для того, чтобы штрафы с нас получать. И вдруг мы сталкиваемся с тем, что люди не доверяют власти. Это огромная проблема, что как раз в тот самый случай, когда первые лица государства должны выходить к людям и глядя в глаза говорить, да, ситуация опасная, да, ситуация тревожная, да, мы по заражениям бьем все рекорды. У соседей, которые вакцинировались, более-менее нормально. То есть, у всех, кто бережется, более-менее ситуация складывается, у нас ситуация значительно хуже. Все, берегите себя, обязательно вакцинируйтесь. Но с вакцинацией первых лиц ситуация непонятная. Раз. Первые лица нигде публично не появляются в масках. Два. Ну и второе. Просто люди подвох, что любые ужесточения, любые усиления какого-то карантинного режима, это власть будет использовать в своих целях. Потому что, когда власти надо, там, вот День России, вывели огромное количество народу без масок, битком, плечом к плечу, молодежь, студентов, кадетов, там, этих юнормейцев, показательные выступления. А нормальным людям говорят, вы там держитесь друг от друга подальше, носите маски, носите перчатки. Ну, нет никакого доверия к власти. Убеждать граждан необходимости прививки пытаются и врачи. Например, главврач 52-й больницы в Москве Марьяна Лысенко. Человек, живущий в обществе, должен уважать право другого человека не заболеть, не погибнуть, не получить осложнения, не стать инвалидом. Последствия ковида могут оказаться порой более неприятными, чем сам ковид. То, что происходит сейчас, именно коллективная безответственность оказывает влияние на формирование коллективного иммунитета. Тем более, мне непонятна позиция некоторых врачей, которые в отсутствии веских противопоказаний не рекомендуют пациенту прививаться. Убедительно прошу принять каждого разумное и единственно верное решение в пользу вакцинации во имя спасения себя и своих близких людей. Благодарю всех, кто это уже сделал. Проблема в том, что власти слишком долго посылали гражданам двойные сигналы, отмечает журналист Александр Плющев. Вот у меня вопрос к уважаемой Марьяне Лысенко. Она винит людей, которые не хотят прививаться, хотя московские власти сделали для них все возможное. А ничего, что не так давно на 70-тысячном стадионе был огромный митинг-концерт, зрители которого были в большинстве своем без масок и дистанции. Ничего, что по телеку идет антипрививочная кампания в виде обличения недостатков западных вакцин. Ничего, что Путин долгое время отказывался прививаться, а потом вроде бы привился, но не под камеры. Ничего, что вообще эпидемия явно не главный приоритет властей. У вас, доктор, только к неразумному населению вопросы? К властям совсем нет? Или это другое? Публичная вакцинация, точнее, ревакцинация спутником, недавно заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он опубликовал в блоге запись, в которой утверждает, что в первый раз привился в мае прошлого года. И тут к мэру Москвы возникают вопросы, отмечает Александр Плющев на своем YouTube-канале. Всего два предложения написаны, а сколько интересных обстоятельств открывается. Сразу отметим предположение об ошибке. Все-таки это не устная речь, в которой можно там оговориться или сморозить откровенную глупость. Нет, нет, это запись в блоге, которую при необходимости легко исправить. Более того, Собянин, судя по всему, довольно настойчиво сообщает нам об этой дате. Предприниматели, которые были с ним на встрече 26 мая, так вот, рестораторы эти вспоминают, что в конце Собянин как бы невзначай обмолвался, что вакцинировался еще в мае прошлого года. Так и сказал, привелся в мае еще крупные испытания не проходили еще до солдатиков. Но тогда это не получило, огласки пришлось написать в блоге. Летом минувшего года уже ходили слухи о том, что экспериментальная вакцина была доступна представителям российской политической и бизнес-элиты даже не в мае, а еще в апреле. Утверждалось, что вакцину получили топ-менеджеры компаний вроде «Русала», «Олигархи» и «Правительственные чиновники». Тогда директор Центра Гамалея Александр Гинсбург заявил, что ничего не знает о доступе российских бизнесменов и политиков к вакцине от COVID-19. Интересно, знает ли он об этом теперь, после признания Собянина? При этом прививка не решает проблемы полностью. Те, кто ее сделал, тоже могут заболеть, хотя вероятность, что они попадут в больницу при этом намного меньше. Возможно, причина в том, что в России распространяются новые штаммы, прежде всего «Дельта», который еще называют индийским, против которого вакцины защищают хуже. Кроме того, глава Центра Гамалея Александр Гинсбург заявил, что в Москве мог появиться и собственный московский штамм. Об этом напоминает в своем видеоблоге на Ютьюбе Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ. После всех развешанных медалей, безопасных голосований и митингов в поддержку Кремля и прочих празднований и шествий за бюджетные средства, мы вдруг узнали, что, оказывается, коронавирус до сих пор не побежден, точнее, его как бы победили, но все-таки не победили. И в том, что его не победили, конечно же, виноват народ. Со всех сторон нам продолжают рассказывать о том, какие мы глупые, серые, неказистые и ничего не понимаем. Что никто не хочет носить маски, никто не хочет вакцинироваться, и от этого пандемия только усугубляется и прогрессирует. Поэтому самое время добавить страданий и вести как бы карантин, но не карантин, а просто выходные дни на неделю до 20 июня, которые объявила мэрия Москвы. Это, конечно, совершенно удивительно, почему люди не верят в власть. Ведь у них столько причин для веры. Тем более в стране, где государственной идеологией выбрана конспирология. Конспирология действительно цветет. Например, первый зампред Комитета по оборонию Госдумы Александр Шерин считает, что иностранные болельщики на чемпионате Европы по футболу могли специально заражать граждан России вирусами. Надо предохраняться во всех отношениях. Это может быть и посуда, и средства личной гигиены. Про средства контрацепции нет смысла подробно говорить. Может, подарки принимать не надо, жвачки, сигареты. Вот это вот наше русское трехкратное целование, обнимание на брудершафт трубка мира. Вот от этого я бы предостерег. Как и в прошлом году, пока что на непопулярные меры решились только власти Москвы. Комментирует оппозиционный политик Юлия Галямина. Власти Москвы сделали то, что не решилась сделать Государственная Дума. Ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для тех, чья работа связана с общением с людьми. Эта мера, я уверена, вызовет много споров. Но она больше похожа на реальную меру, чем запрет сидения на лавочках и посещение зоопарков. И уж тем более использование антивирусных указов против оппозиции. К сожалению, я уверена, что и обязательная вакцинация превратится в профанацию. И хотя похоже, что только способ мягкого принуждения к вакцинации может привести к коллективному иммунитету, посмотрите на Израиль, граждане найдут способ уклониться от того, во что не верят. И граждане уже начали уклоняться привычными способами, пишет Илья Шиперин. Приехала подруга из Омска. Говорит, там вообще не проблема купить сертификат о вакцинации. Люди покупают, чтобы не делать прививку, но получить разрешение, например, на работу в сфере обслуживания. Цена вопроса пара тысяч. Боже, и, наверное, это делают те же самые люди, что не пристегиваются и вставляют вместо ремня безопасности заглушку. Вот кого они пытаются обхитрить? На прощение пожелаю всем прививаться, пристегиваться и беречь себя и близких. С вами была Аля Пономарева. Вы слушали подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам все самое интересное, что писали и говорили в Фейсбуке, Ютьюбе, Телеграме и Твиттере. Слушайте и подписывайтесь на сайте «Свободы» и на всех платформах, на которых вы обычно слушаете подкасты. До скорой встречи! Студия подкастов «Радио «Свобода»» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова